У местных выпускников продолжается горячая пора экзаменов. И если большинство 11-классников уже определились с будущим местом учебы, как правило, это ВУЗ, то многие 9-классники сейчас серьезно озадачены. Какое именно выбрать образовательное учреждение, очно или заочно, а главное, на кого пойти учиться. Специальностей предостаточно. Открыты даже абсолютно новые для Ненинского округа. При этом все они бесплатные. Наша съемочная группа побывала в местных СУЗах и выяснила, когда стартует приемная кампания и какие профессии чаще всего сегодня выбирают абитуриенты. В социально-гуманитарном колледже последний звонок. Впрочем, выпускникам сейчас явно не до отдыха. Впереди самый важный этап жизни каждого студента – защита диплома. Многочасовые зубрежки и бессонные ночи. Нервы на пределе. Ребята признаются, три года в стенах СУЗа прилетели незаметно. Преодолеть этот путь теперь предстоит новым студентам. В сентябре за парты сядут порядка 100 первокурсников. В этом году колледж открывает две новые специальности. Адаптивная физическая культура после получения диплома. Специалисты будут работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья и технология эстетических услуг. Простыми словами, косметолог. Если на первую специальность поступить можно после девятого класса, то на вторую – исключительно после одиннадцатого. Ну а тем, кому по душе другие профессии, предложат финансы, либо же дополнительное образование. Кстати, вступительные экзамены больше не требуются. Достаточно сдать школьный диплом и написать заявление. Однако некоторым абитуриентам все же придется пройти определенные испытания. Например, на педагогику дополнительного образования надо студентам, абитуриентам надо будет что-то нарисовать, проверить, показать свое творчество. И на физическую культуру, адаптивную физическую культуру абитуриенты тоже будут сдавать нормативы. Приемная кампания в социально-гуманитарном колледже стартует уже 19 июня. На то, чтобы сдать необходимые документы, выпускникам школ отведут почти два месяца. 15 августа выйдет приказ о зачислении студентов на первый курс. Аграрно-экономический техникум в этом году также планирует набрать порядка 100 студентов на очную форму обучения. Важный момент. С 1 сентября здесь откроются сразу три новых специальности. При этом одна из них входит в список топ-50 профессий, востребованных на российском рынке труда. Вот полный перечень в списке операционная деятельность, логистики, технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, информационные системы и программирование, плюс ветеринария. Обучение, как и в колледже, за счет бюджета, за исключением платных групп. Это юристы, экономика и бухгалтерский учет. Новые для региона профессии техникум ввел не случайно. Регион сегодня нуждается в данных специалистах. Что касается набора абитуриентов, то приемная кампания здесь также начинается 19 июня и завершится 14 августа. Есть нюанс. Если наши группы не заполняются до 14 августа, то у нас есть возможность принимать абитуриентов до 25 ноября. Зачисление до 1 декабря. У нас эта практика для нашего региона, она очень-очень действенна. Почему? Потому что у нас же есть абитуриенты, которые, допустим, не сдали экзамены, основные экзамены в основной период, соответственно, и они сдают уже в дополнительный. То есть в сентябре месяце, когда они потом, сдав экзамен ОГЭ, получают аттестат и потом к нам приходят на зачисление. Если некоторые выпускники школ с выбором СУЗа и профессии еще не определились, то Ирина Гудалева точно знает, что поступит в техникум на новую специальность. Выбрала операционную деятельность логистики. Дальше ВУЗ. Примерно то же направление. Только заочная форма, говорит ЕГЭ, в таком случае сдавать уже не придется. А главное, можно будет работать и одновременно учиться. А значит, не придется просить у родителей деньги. Думаю, что лучше проучиться три года в техникуме и получить уже образование, и можно будет идти работать и учиться заочно, чем два года просидеть в школе и потом опять же идти учиться дальше. Были другие варианты, как колледж. Я хотела пойти на учителя, но потом я поняла, что ближе мне логист, и мне эта профессия больше нравится. Того же мнения придерживается и Кристина Стец. Девушка уже заканчивает техникум, признается, поступила в СУЗ, так как боялась не добрать баллы на ЕГЭ. Впрочем, сегодня о своем решении Убасница ничуть не жалеет. Совсем скоро она станет студенткой высшего учебного заведения. Поступить с баллами ЕГЭ намного сложнее, чем, ну, как вы уже сказали, поступить в техникум. У техникума есть договоренность, и сдать вступительный экзамен намного легче, чем ЕГЭ. Легко обучение в начале. Под конец начинается уже более сложный этап, потому что там уже начинаются профессиональные модули. В Неницком профессиональном училище приемная кампания тем временем уже стартовала. Поступить можно на повара-кондитера и мастера по ремонту и обслуживанию автомобиля. Это также новая для субъекта профессия. Между тем, НПУ открыл еще одну специальность управления, эксплуатации и обслуживания многоквартирного дома. Количество мест в группах ограничено. Набрать предстоит всего 75 студентов.